Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня мы в гостях у Юрия Митрофановича Андреющего. Здравствуйте, Юрия Митрофановича. Андрей, рад видеть вас у меня в саду. Мы уже с вами здесь встречаемся не первый раз. Но сегодня у нас достаточно такая сложная, а может быть, не очень сложная задача показать сад и показать съемку и какие-то лучшие, скажем, моменты этого сада для ваших подписчиков и для клиентов Европлант. Совершенно верно, мы решили с Юрием Митрофановичем, что мы будем делать не экскурсию по саду, а будем сосредоточимся на каких-то моментах, которые волнуют нас с ним, конкретно, как садоводов-любителей. Хотя, несмотря на то, что Юрий Митрофанович садовод-любитель, но он самый профессиональный садовод-любитель, которых я знаю, и у него очень большой багаж знаний. Если кто-то подписан на него ВКонтакте, обязательно могут сказать, что действительно это очень авторитетный человек в Ленобласти. Те, кто не подписан, обязательно подпишитесь, потому что действительно, Юрий Митрофанович, вы кладите каких-то вообще знаний, которые не найдешь ни у ландшафтных дизайнеров, ни у садовников. Андрей, большое спасибо. В действительности уже порядка 20 лет. Я не только занимаюсь садоводством, выращиванием, части каким-то, можно сказать, ландшафтным дизайном. Все эти годы я учусь. То есть я повышаю свой образовательный уровень в части биологии. И поэтому все, что я получаю, я стараюсь любым образом делиться с садоводами-новичками, и не только новичками, с своими коллегами. Вот, отлично. Сегодня я и хочу, чтобы вы поделились именно тем, что нигде не простешь, не услышишь из вашего личного опыта, из тех знаний, которые вы получили, и на практике, так сказать. Ну что, пойдемте. Добро пожаловать в сад. Пойдемте. Ну что, я думаю, что первый объект, который мы хотели бы посмотреть, знаменитый ваш, как вы говорите, саксофон, потому что совершенно роскошная, стриженная, я даже не могу назвать это изгородь, это что, это просто, мне кажется, произведение скульптуры, архитектуры. Это у меня, скажем так, входная зона сада. Если мы сейчас вот посмотрим сюда, мы увидим, да, что свет, проходя через кроны сосен, через кроны этой яблони, он создает какие-то блики. Вот. Где-то ярче, где-то темнее, и проходя мимо с ножницами, я посмотрел, и вдруг у меня родилась какая-то мысль. Просто по линиям, которые создают свет и тень, что-то выстричь. И вот буквально таким образом, даже вот эта извилистая линия, она тоже была не какой-то выдуманной мною линией, это линия, которая была создана, собственно говоря, солнечным светом. Вот. И вот с тех пор, это уже, наверное, лет 7, я периодически подхожу к этому массиву, работаю ножницами. Последнее время иногда пытаюсь работать электрокусторезом, но мне это не очень нравится, это не очень удобно, потому что очень много мелких элементов, и не очень удобно сюда заходить. Что могу сказать про сам по себе? И посадочный материал, как спирея японская, и ее использование. Вы знаете, что в европейских садах, когда делают какие-то всевозможные фигуры, стрижки, изгороди, очень активно применяют два основных растения. Это самшит, вечно зеленый, боксус с импервирум, по-моему, так и называют, с импервирум, и тисы, различные тисы. Они живут много лет, их стригут, они очень хорошо держат форму. На мой взгляд, лучше куста, чем спирея японская, таких сортов, как литл принцесс, а еще лучше сорт нано, а есть еще сорт дворф. Лучше замены для самшита на самом деле, конечно, не найти. Зимует идеально, никогда не болеет. Если просто отпустить и ничего не стричь, она будет достаточно долго, до полутора, иногда до двух месяцев, в зависимости от погоды, летом будет свистеть. Хотите стричь, стригите. Из нее получаются хоть шары, хоть какие-то фантазийные формы, или вот такие вот какие-то линии, или можно сделать какие-то небольшие бордюры. И чем не чаще вы будете стричь спирею японскую, тем меньше становится у нее лист. Если мы просто возьмем спирею японскую, тот же сорт литл принцесс, и отпустим ее, лист может быть довольно-таки длинным. Вот я буквально вчера здесь немножко подправлял, и те места, которые стригутся в меньшей степени, они на веточках листы достигают даже 4 сантиметров. Вот чем не чаще мы стригем, особенно стрижем. Особенно вот если мы посмотрим на вот эту входную фигуру. Вот листики, вот они. Вот размер листа. И это еще даже не самый маленький лист. От чего он будет зависеть? Он будет зависеть от того, насколько часто вы будете подходить и стричь какую-то фигуру, которой вы занимаетесь. Понятно, что чем не чаще стрижка, тем меньше будет листов. Больше ветвления, меньше листов. Да, и плюс восстановление растения с самого себя. То есть она запускает новые побеги. На новых побегах образуются вот такие совершенно, видите, маленькие листочки. И, конечно, нет необходимости стричь это каждую неделю. Даже иногда нет необходимости стричь это каждый месяц. Но, тем не менее, если вы хотите наиболее плотную структуру, наиболее монолитную фигуру, ну, тогда, конечно, подходов нужно за лето будет сделать не один и не два, возможно, даже от трех до четырех подходов. Это уже ваше личное желание. Но это все равно не так много, я скажу. Нет, это не так много. И плюс именно японская спирея в том, что она совершенно идеально переносит стрижку. Если в данном случае мною применена зеленолистная форма, как я уже сказал, Little Princess, но если у вас в саду посажены любые желтолистные формы, вот и буквально за моей спиной, вот я тоже вчера здесь перед вашим приездом немножко приводил вот этот массив, вот обратите внимание, к сожалению, в силу того, что я вчера отстриг эту сторону, здесь сейчас нет этого насыщенного желтого цвета листа, потому что желтую часть я состригаю. А все, что внутри крона, оно, конечно... То, что было в тени, да. Да, оно без света остается. Вот, так вот, у желтолистных сортов спирея японской всегда лист значительно больше, чем у зеленолистных сортов спирея японской. Вот только что мы с вами смотрели на... Ну, чем меньше хлорофилла, тем больше площадь листа для того, чтобы он получать питание. Конечно, питание. Вот, поэтому, тем не менее, вот здесь это сорт Firelight. Сейчас, если вы хотите, я могу объяснить, что он здесь делает, этот Firelight. Я понял, что он прикрывает ноги у пузыреклодника. Совершенно правильно. То есть, в данной ситуации, когда-то эта идея, вот, назовем это неким островом, была подсмотрена мною в центре Вильнюса, у банка Sweet Bank. Они сделали там великолепную совершенно посадку. Великолепную. Вот, кто когда-то кому-то придется побывать в Вильнюсе, предлагаю посетить это место, оно в действительности впечатляет. Современно, лаконично, но смотрится наилучшим образом. Так вот, у них также было применено, применен типовой, простой куст, такой, как пузыреплодник калинолистный. Вот, но поскольку многие пузыреплодники, если стричь их, может быть, неправильно, если он окажется в полутени, у них есть особенность, когда ноги все-таки оголяются. Естественно, тем более, здесь как раз мы и имеем дело с полутенью. Да, то есть, здесь вот сейчас уже тенисто, где-то сверху вот это яблони закрывает, который намеренно создавал такую форму в контраст стрижной формы, и вот такая немножко свободная, даже повисающая, плакучая форма. Это Антоновка, сделана мною крона. Вот, так вот, что было сделано? Вот в этом, такая форма полумесяца, скажем так, в центре был куплен пузыреплодник с открытой корневой системой. Это сорт Дартсголд. Почему Дартсголд? Потому что здесь, как вы видите, высота, ну, вот, где-то, ну, не превышает, наверное, метр двадцати, метр тридцати. Вот. И известно, что пузыреплодник, он идеальный куст для изгороди, и просто как одиночное растение в композиции, но он мощно растущее растение. То есть, за лето пузыреплодник может достигать, наращивать ветви свежей прироста до метра, до полутора, и достигать высоты три метра, если ему особенно будет нравиться. В данной ситуации Дартсголд, как один из сортов, это низкорастущий. По описанию, по каталогам, он должен достигать не более полутора метров. Какое на самом деле, полтора или два, я сказать не могу, поскольку никогда фактически, плюс или минус. Кто же ему позволит? Да, ему никто не позволит. Но, тем не менее, был взят сорт спирей японской Firelight, потому что цвет, если бы вот сейчас они были бы не отстрижены, имели бы вот эту нормальную свою желтую окраску, он идеально совпадает. Да, фактура листа, она все-таки совершенно разная. Но как-то в какой-то вот такой реальный диссонанс это не входит, на мой взгляд. Как бы все-таки, если... Нет, ну мы же говорим про ландшафтный дизайн, для него важна что? Форма, цветовые пятна. Мы не вдаемся вот в именно... Из чего это состоит. Если мы отойдем подальше, для нас это красивый, единый массив. Единый такой массив. И вот это... Однородный по цвету, однородный по фактуре даже. И вот что интересно еще, что примерно скорость роста, примерно скорость роста у низкорослого пузыреплодника совпадает со скоростью роста желтолистной формы спиреи. Здесь у меня было желание построить... Есть такое понятие, ну, может быть, люди от ландшафтного дизайна меня подправят, есть такое понимание, как мрамор на изгородце. Когда берется растение одного вида, но разных сортов, с разной окраской, и исходя из того, какую мне внешнюю рисунок, да, перелив цвета нужно получить, я просто специально высаживаю краснолистные сорта, зеленолистные сорта, или желтолистные сорта. Здесь у меня было принято такое решение. Вот эта центральная часть желтая, пузыреплодник, калинолистный дартсголд и фаерлайт. А вот здесь, начиная с этого буквально места, изначально стартового, был посажен краснолистная форма барбариса тунберга. Это была атропурпурея. Но атропурпурея, вот в этом году, вот последняя образовавшаяся... Совсем не пурпурея. Она и не пурпурея, и она... Вот у меня в саду, здесь, на Карельском, барбариса тунберга, краснолистные сорта, постоянно меня подводят, они постоянно вымерзают. И доживают только те кусты, которые были когда-то куплены, которые пытаются выживать. Но медленно, но верно, я их убираю, убираю, убираю. В общем, барбарис вы не рекомендуете, по крайней мере, для застриженных изгородей. Не рекомендую точно совершенно. Опять же, всегда повторяюсь, потому что, когда задается вопрос, когда брали интервью, или когда обсуждается где-то в том же ВКонтакте, например. Да-да-да. Вот. Я высказываю свое мнение, что у меня он не живет. Очень много возражений. Это не так, вы что-то делаете не так. И поэтому в конечном итоге здесь постепенно выпадали красные атропурпуре от Барбарис Тунберга. Я досаживал пузыреплодником, поскольку вот он... Ну, замещали постепенно, да? Постепенно, потому что, ну вот, остались какие-то вот уже это и не атропурпуре вовсе, а это сорта Ректа, которую я посадил, ну вот, кое-как он перезимовал. Вот. То есть, в данной ситуации, что здесь оказалось абсолютно устойчивым, оказался пузыреплодник кулинаристный и оказалось спирея фаерлайт. Барбарис, вот, к сожалению, вот он проявил себя. Ну, и поэтому, собственно, он и был уволен. Я так понимаю, что дальше вы будете продолжать работать именно с пузыреплодником и со спиреями. Я вообще так понимаю, что у вас для изгороди это ваши любимые два растения. Ну, они, во всяком случае, не составляют для меня никакой проблемы. Я не жду от них, вернее, мы сейчас все-таки коснемся, не ждал. Но эта зима оказалась... А кто же ждал? Да, вот именно. А кто же ждал этого? Пока мы находимся здесь, я буквально хочу показать на растение, которое, в общем, тоже где-то при создании каких-то каскадов подпорных стенок, каких-то вот таких легких, невысоких бордеров. Это Стефанандра надрезана листная. Сорт Криспа. Криспа, да, совершенно верно. Тоже, в общем-то, может применяться как кусты для создания каких-то низких бордюров. Я от них, никаких проблем, собственно говоря, с этими кустами я никогда не видел. Ну, с ним еще проще, потому что ее не надо стричь, Стефанандру. Она прекрасно, собственно, разрастается, образуя такую естественную подушку. Какие-то небольшие фонтаны такие вот или где-то у края подпорной стенки может являться источником какого-то каскада. Ну, у вас вообще такая интересная эклектика. У вас тут и японская коррикоми, и часть каких-то регулярных садов европейских, и тут вообще вот пошли... Здесь творческий беспорядок, скажем так. Мне кажется, что вы все, во-первых, адаптировали эти растения для Ленинградской области, во-вторых, здесь есть индивидуальный стиль, и мне нравится, что нету какой-то вот конкретный вот такой вот копирования какого-то определенного сада, определенного стиля. Нет, никакого копирования числе творчества не происходило никогда. Естественно, я посещал массу садов с хорошим, настоящим профессиональным дизайном. Это в Европе, это известнейшие сады классические такие во Франции, в Италии, в Германии, в Дании и так далее. Но все-таки я стараюсь не следовать вот такому слепому копированию. Хочется все-таки немножечко отличаться. Ну, безусловно, у вас такое, это видно, что вы человек творческий, это просто работа Микеланджело по растению, потому что, ну, честно говоря, да, я не смотрю, что у меня, я учился в художественной школе, ну, честно говоря, вот взяться за такое, я бы не взялся. Честно вам скажу, я просто в восхищении. Спасибо. Безумству храбрых поем мы песню. Когда мы говорим, вот я занимаюсь садоводством, ну, я бы сказал бы, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, ну, уверенно могу сказать, что, наверное, уже скоро 20 лет. И я всегда считаю, что Пузыри Плодникова и Калинолисный для условий Ленинградской области абсолютно, вот, ну, стопроцентное неубиваемое растение. И вот, поэтому, вот, и вот, да, получилось следующим образом. Вот здесь такой интересный момент. Что я сейчас сделал? Я фактически полностью посадил кусты на пень, где-то у которых одну оставшуюся ветку я оставил просто, чтобы обеспечить питание куста, потому что, ну, вот убрать и не видя, что будет из него, было бы рискованно. Без листьев, как растение, как без рук. Но, вот, что мы сейчас видим в конечном итоге, вот сейчас, да, вот, начало августа, я не рассчитывал, возможно, самое худшее, когда растение вымерзает не в поверхностной части, то есть некронная, а вымерзает и корневая система. Там уже ожидать нечего. Да. В данном случае нет, все-таки корневая система в порядке, и каждый куст, он возобновил свой рост буквально от корневой шейки. Поэтому, ну, я думаю, что где-нибудь через следующее лето это полностью восстановится, если не произойдет такой зимы, которую вот мы все получили в этом году. То есть два сезона восстановления, то есть вы теряете, в принципе, вот эту вот декоративность, два сезона. Декоративность, да. Это долго? Да. Да, к сожалению, это факт. Вот, да. Последствия зимовки. Да, вот фактически в данном случае это повторяющаяся картина предыдущего фрагмента этой изгороди, да, здесь пришлось, причем как происходило, вот что ввело в заблуждение многих в этом году, и вы сами-сами сталкивались с той же гортензией, например, да, что ветки стоят, они далее все-таки, почки раскрылись, пошел листочек, но в прошествии какого-то небольшого времени он начинает увядать, и видно, что жить оно не будет. Так и произошло здесь. Вроде бы на концах побегов листочки возникли, пошла какая-то вегетация, я вздохнул, думаю, ну хотя бы этот кусок изгороди сохранился, но по мере входа в июнь, середина июня, это все стало хуже-хуже, я понял, что ждать нечего, надо нормально сажать на пень, поскольку вообще пузыреплодники, они в общем даже и рекомендуются на самом деле для их обожжения. Ну как любые кусты, кусты либо стрижку. Да, что я еще хочу обратить внимание, пузыреплодник, то есть вот мы сейчас начали обсуждение каких-то моментов, происходящих у меня в саду с этих кустов, то есть вот с японской спиреи и пузыреплодник. Как один, как и другой вид, все-таки нужно иметь в виду, что чем не быстрее нарастает крона у растений, особенно у кустарников, тем все-таки в большей степени их нельзя отнести к долгожителям. Да, многие говорят, ну как же так, ведь пузыреплодник в данной ситуации вот у меня уже 20 лет, знаете, вот хорошо, если это будет измеряться сотни лет или 120 лет и так далее. от этих кустов этого ожидать не стоит. И поэтому, для того, чтобы максимально продлить жизнь пузыреплоднику, пузыреплоднику, к зрелому кусту, нужно каждый год подходить, брать секатор, вырезать старые самые вот такие неприглядные ветви, у которых уже отслаиваются, где-то чулком сходят листва, он имеет другую окраску, он сухой и он уже плохо вегетирует. Это омолаживает куст. То же самое касается и спирей японских. Все-таки, конечно, жалко, многие не могут психологически себя на это настроить, но иногда было бы правильно подойти и, в общем-то, честно, резать к чертовому мастере, не дожидаясь. Вот там на такой перитонитах. Ну, я хочу еще добавить, знаю, что вас затравили поклонники геотекстиля, на который вы ополчились, сказать, что я, в принципе, полностью целиком отношусь к вашим сторонникам и противникам геотекстиля, и что кусты, которые сидели в геотекстиле, перезимовали несравненно хуже. Андрей, большое спасибо за подсказку. Правда, в действительности геотекстиль сейчас, как материал при посадках достаточно популярен. К сожалению, да. Наверное, к сожалению, потому что люди это оправдывают тем, что они борются с сорняками, что это сокращает каким-то образом их трудозатрады в саду. Это только для начала хорошо. Потом все это дело превращается в ровно, так как в обыкновенное место. Сорняки прекрасно растут и под геотекстилем, и на геотекстиле. Так вот, интересно. Спасибо за подсказку. Вот эти два фрагмента в этой изгороди, я об этом писал в посте, вы, наверное, помните, мы уже читали об этом, вот именно вот эти два элемента находились под геотекстилем. Совпадение ли? Или вот те мои доводы? Не думаю. Я думаю, что это прямая взаимосвязь. Я думаю, да, что дело даже не в стране происхождения, не в сорте, не в условиях выращивания. А мне кажется, что прямая взаимосвязь в первую очередь. Я думаю, да. Потому что под геотекстилем корневая система находится на поверхности, следовательно, промерзание у нее происходит сильнее, страдает она. Страдает она сильнее. Ну, думаю, что это вот совсем такие грустные моменты, да? Да, но я считаю, что необходимо об этом рассказывать, потому что кто же, если не вы, об этом расскажет. Люди вас слушают, люди вам верят, вы опытный садовод, и поэтому я считал, что это важно, что мы с вами об этом рассказали, и пусть нас с вами травят. А мы не боимся. А мы не боимся. Нет, мы за справедливость, за честность подходит к саду, за грамотные и за здоровые растения. И еще одно растение, из которого можно выстригать замечательные живые изгороди, это дерен белый, сорт элегантиссима. Я не ошибаюсь. Нет, вы правы совершенно, то есть это вот топ-10, да, конечно, дерен мы заносим, как одиночное растение, так и растение в качестве построения живых зеленых изгородей. Чем мне он нравится? Он мне нравится вот это, именно вот этой вот белой каймой, вот этой салатного цвета центральная часть пластины листовой. Что, каким образом он здесь появился? Да, тут, казалось бы, да, на зрителей спросит технический право, почему же здесь? Нет, это в свое время здесь не планировалось высадки никаких изгородей. Это получилось в силу того, что нам на каком-то этапе захотелось немножко внести в сад некую такую интригу. То есть разные подходы в ландшафтном дизайне существуют. Кто-то говорит, что сад должен быть зонирован на какие-то кабинеты, какие-то зоны, и для этого применяются различные инструменты. Другие говорят, нет, сад он должен просматриваться насквозь, чтобы он был атмосферен, чтобы мы его могли видеть сразу. Ну, тут дело вкуса, скорее всего, или каких-то особенностей какого-то конкретного участка, и можно поступать и таким образом, и ровно наоборот. Мы приняли это решение, и в конечном итоге я понял, что мы не прогадали. Почему? Потому что все-таки вот это вот такая кулиса, не кулиса, или вот такой экран. Настоящая кулиса, почему? Да, да. Пускай это будет кулиса. В действительности она очень хорошо смотрится. Что могу сказать? Конечно, дерен белый, он не так хорошо переносит обрезку, как те кусты, которые мы с вами сегодня уже обсуждали. Проблема заключается в том, что зачастую, особенно, особенно, если вы работаете не очень острым инструментом, электрокусторезом или ножницами, что происходит де-факто? Особенно это видно весной. Я вчера перед вашим приездом, ну, чтобы навести хоть какой-то порядок, сделал обрезку. Вот если мы посмотрим, вот видите веточка, которая вот здесь? Вот здесь, в данной ситуации, был какой-то новый прирост, вот листики. А вот это вот, видно, да, что здесь вот высохло, вот она даже сухая часть. Это последствия предыдущей обрезки. И вот когда весна наступает, особенно вот эти вот кусочки пенечков, которые остаются при слепом резе изгороди, они становятся белюсами. Это уже мертвая древесина. Вот. На нее можно закрыть глаза. Вот. Но визуально она не очень красива. Может быть, это уже какие-то вот элементы. Вот. Но что еще относительно именно стрижки, вот такой вот, какие-то массивы, именно дюрина. Да, мы сейчас этого не видим, но вот я работаю с этими изгородями постоянно. Там внутри крона существует, не знаю, может быть, я вчера где-то даже удалил. Иногда вот эти так называемые слепые срезы, когда мы без учета какого-то узла, какой-то почки, какого-нибудь линия делаем срез. Мы просто так, как мы это видим. Просто выводим линии. Мы выводим линии какие-то, какие-то размеры. А дерен часто вот этого не переносит. Ну да, вот я вчера удалил. То есть ветка иногда из-за такого среза, ну вот может быть даже где-то отчасти, вот даже можно увидеть вот здесь. Вот боковая ветка, видно, что у нее некроза. Это говорит о том, что он переносит стрижку. Он с этой стрижкой живет. Вы знаете, что часто из деренов делают какие-то шары, может быть, какие-то еще другие фигуры. Но это понятно любому опытному садоводу, который анализирует состояние растения после того, особенно когда листва падает. Конечно, осенний лист дерена, особенно желтолистная форма, ее никак нельзя отнести к осеннедекоративным растениям. Он начинает, листья вот этой формы начинает повидать, превращаются в такие, скажем, завяленные тряпочки, некрозы по краям листьев. Он не привлекателен. То есть осенью он работать не будет. То есть если все-таки тот же дерен, лиспирея, особенно спирея, она изменяет окраску листвы, она будет ее держать очень долго и не будет внешне создавать никакого визуального диссонанса. То дерен, да, он будет иметь такие минуса. Да, поэтому он стрижется, вот, он переносит стрижку, он не очень любит эту стрижку. Это вот мои, ну, наверное, не только мои, а многих наблюдения. И вот уже сейчас, даже вот когда у нас в этом году слишком, вот, то есть, что будет происходить? Вот Андрей маленький лист, большой лист, у меня маленький, всем по размеру достался, свой такой. То есть вот так это будет выглядеть, ну, не очень это красиво, прямо могу сказать. И просыпается он весной, ну, все-таки достаточно поздно. То есть, обрастание происходит все-таки вот у нас здесь, вот в Карелии, ну, в Карелийском перешейке, все-таки уже более-менее какая-то листва появляется, ну, я бы сказал, ну, концу, наверное, мая. Ну, мне кажется, вообще дерен прекрасен и без листвы, у него же прекрасные побеги. Красные побеги, которые вот сейчас, пока они затенены листвой, они имеют вот такой оливковый цвет, на самом деле зимой он краснеет. И вот тут интересная такая особенность. Если вы вдруг хотите получить и зимнюю декоративность, ну, это классический подход. Смотрите, дерен белый, вот, он как раз зимой, вот эти вот массивы, вот эти вертикально стоящие веточки, и чем не холоднеть, и он более ярко окрашивается, не всегда работает. Когда это работает? Это работает тогда, когда вот особенно англичане, они особенно фокусируют, да, на этом моменте. Вот у того же Монтидона об этом в ее книге, я книгу его переводил, он об этом говорит. Но что у них происходит? У них нет такой зимы, как у нас. Длительность вегетационного периода там превышает на месяц, а то и на полтора. Снега нет. И они зачастую его обрезают вот не настолько, насколько я. Вот он отрастает на 15-20 сантиметров. И вот, скажем, обрезают. Они обрезают буквально вот иногда до половины, и даже до двух третей. И он успевает потом, в вегетационный период, нарастить новые свежие побеги. И вот именно вот эти новые свежие побеги летом, ой, зимой, извиняюсь, как раз и будут обладать, ну, неважно, там, оливковые или... Это будет какой-то малый... Ну, у каждого сорта, да, разных свежих побегов. Именно эти побеги и будут в данном случае декоративной зимой. Вот что я бы хотел сказать. А во всех остальных отношениях, конечно, это наш кост. Конечно, он устойчив. Его мало поражает, ну, вот болячек каких-то реальных. Я на нем обычно не вижу никаких. Ну, вот я забрал сюда для масштаба, чтобы показать еще одну небольшую кулису, сделанную из дерена белого. Но это, Юрий Митрофанович, по-моему, другой какой-то сорт. Нет, Андрей. Или он так просто на солнце лучше выглядит? Я думаю, что, как мы уже с вами обсуждали, при том, как работает уменьшение листа на той же спире японской, здесь происходит ровно то же самое. Здесь, как вы видите, ширина этой кулисы, да, все-таки, наверное, или фона какого-то, она уже. Вот здесь, скажем, высота, она еще ниже. И для того, чтобы удержать в этом месте ее в таком размере, мне приходится стричь его чаще, чем вот те кусты, которые находятся в изгороде, которые мы только что с вами смотрели в другой части сада. Солнце больше, рост активнее, но за это счет этот и листва ярче, и побеги, соответственно, ярче. Даже черешочки растенькие. Да, здесь есть плюс, здесь есть минус применения вот этого куста, что мы должны прежде всего не забывать о дерене белом. Мы не должны забывать о том, что если мы отпустим дерен белый свободный рост, то в общем, плюс или минус, это дерево, этот куст, который в конечном итоге может превратиться в некое такое многоствольное дерево. Все-таки это большой куст. Он может достигать размера и трех, даже иногда четырех метров. Да, он разваливается. Но тем не менее, расти он так может. У меня в саду есть образец вот таких больших кустов. У них другая смысловая нагрузка. Почему он здесь появился, и почему плюс? Плюс заключается в следующем. За вашей спиной сейчас, да, вот видно. Вот вы стоите, за вами стоит изгородь из традиционной туи-брабант. И существуют иногда некие такие садовые штампы, да, когда говорится о том, что хвойные растения или изгородь из хвойных может являться очень хорошим фоном для посадок. Для тех же хвойных посадок, либо каких-то микс посадок не только хвойных, каких-то еще лиственных растений. Но что произошло в данном случае? Была высажена эта изгородь, и дальше производились посадки вот здесь, вот на этой террасе хвойных растений. То есть здесь мы можем увидеть туи западные, те же самые. И почему они здесь желтые? Понятно почему, потому что если бы я посадил бы здесь зеленые туи, то зеленые туи на фоне зеленых туи их фактически не было бы видно. Поэтому вот были где-то у меня в запасе две туи санкиста, и это не ошибка. Вот так захотелось, так вот я их посадил, так стал играть на их размере. Сосны. Вот это сосны зеленые. Сейчас. Но это сорт сосен Carstens Winter Gold. То есть это сосна горная, которая, начиная с октября месяца, начинает желтеть, и стоит желтая до того момента, пока она не выпустит новые побеги. Когда все это здесь было посажено, когда оно пошло в рост, когда оно стало больше, я понял, что я этого не вижу. В принципе не вижу. Все это сливается. Более того, что это одно из самых освещенных мест у сада. И вот надо всегда иметь в виду, что в более тенистом саду цвета более насыщенные, они более глубокие. Когда светит солнце, а солнце идет с востока вот так вот на запад, это место всегда освещено. И здесь все участники этой, ну скажем, композиции, они сливаются на фоне вот этой изгороди и стой. И поэтому посадки были удачные, растения в хорошем состоянии. В принципе, если мы найдем хорошую какую-то точку видовую, они хорошо очень смотрятся. Вот я сейчас стою, мне это место больше всего нравится. Но это все сливается на фоне изгороди и стой. И тогда было принято решение посадить, применить его как фон. И в этом плане он, ну трудно найти у нас сейчас где-то в продаже, да, или вот как куст, который бы давал бы нам вот такой белый фон. Я не знаю, что это еще может быть такое. Вот реально. Мне тоже ничего не приходит в голову. И вот как только я это посадил, сразу это стало более контрастно на его фоне, и эти растения стал видеть. Минус. Минус в том, что то, с чего я начал рассказывать вот про этот кусочек сада и про эту, скажем, эту кулису. Это большой куст. И когда композиция создавалась, на размер этого куста расчета не было. И поскольку куст сам по себе большой, большое сжать в очень маленькое всегда очень сложно, потому что вот это большое маленьким откровенно быть не хочет. Все должно быть пропорционально. То есть если мы с куста 6-метрового создаем 3-метровый, это еще нормально. Но если мы 6-метрового пытаемся создать метр или 80 сантиметров в ширину, это влияет на его внешний вид. И вот как мы видим в данной ситуации, вот ноги у него зарастать, вот света вот там сзади не хватает. Его ноги-то, в принципе, вам и не нужны. А руль свою он здесь исполняет. Ну, где-то мне бы хотелось бы, конечно, чтобы это был бы вот... Мне кажется, как решение, это очень здорово, и можно брать на вооружение, потому что очень сейчас многие любят хвойные, их покупают очень много, а они как ни крути, это 50 оттенков зеленого. Конечно. И чтобы их как-то выделить, конечно. Вот мне кажется, это очень удачное решение. Ну что, мы подошли к моему любимому растению вообще в вашем саду, потому что, во-первых, оно абсолютно уникальное, потому что привезено вам из Финляндии, и в других садах вообще, в Ленобласти, я его нигде не встречал. Расскажите нам поскорее. Это смородина железистая, не помню латинское название, ribus glondulosa. В принципе, это смородина, почему и ribus, да? И в принципе, даже красная. Да, в данном случае, вот сейчас уже мы видим, что листочки начинают приобретать более осеннюю окраску. В этом году все очень смешно. Хотя у нас начало августа, а вот здравствуй осень. Как я познакомился с этим растением? Это растение, которое широко применяется у наших соседей, у финнов. И в поездках я видел какие-то откосы, какие-то, поскольку у них очень много ландшафтных неровностей, то есть всевозможные... Ну, скалистая местность, да. ...при строительстве дорог, нужно чем-то эти грунты удерживать. И вот они применяют два растения, очень активно, три вебского растения. Это вот смородина железистая, это вишня или слива песчаная ее еще называют. Она у меня была, но, к сожалению, она оказалась не растением для сада. Это очень большое растение. Вот. И горная сосна. Она хорошо... Вот эти три растения хорошо удерживают склоны. Так вот, в данной ситуации, мы с вами, как у нас получился такой разговор, о неких массивах из монопород, о зеленых изгородях, о каких-то бордюрах. В данной ситуации, конечно, смородина железистая, она не является элементом, который можно применить как бордюр или как какой-то изгород. Нет. Это сугубо почвопокрованное растение. Почему оно оказалось у меня здесь визуально, можно подумать, что вот это вот некая такая, да, вот мы опять же идем с вами вдоль изгороди. Это не так. В данном случае здесь при строительстве дома было сделано это обнизка естественного выравниваемого участка. Рельефа, да. И вот если мы посмотрим, то здесь мы видим, да, что вот здесь вот сделана каменная кладка, она отличается от всех остальных. Да, я сразу покажу зрителям, которые, может быть, думают, что это растет снизу, это растет сверху. То есть, в данной ситуации... Это вот так вот выглядит. Да, это вот так вот. То есть, в данной ситуации когда-то я просто купил в Финляндии его как на пробу, даже не могу даже вспомнить сейчас, какая же была цель купить ее. Но мне просто нравилось, потому что она хороша всегда. Она очень, она фактически вот чем плюс, громадный плюс этого растения. Когда зимой вот здесь вот лежит все в снегу, и вот это место за счет нагревания камня при солнечной активности начинает растаивать, вы уже видите кучу веточек, у которых, как у любой смородины, уже зелененькие почки. Почки раскрываются. Это первое. Она одна из самых первых пускается в рост в саду. То есть, вот эти почки начинают распускаться, как у смородины, и той же самой. И далее она стоит очень красивым, таким вот зеленым ковром, если вы применяете ее как почву покровную. Здесь кладка стены, вот этой подпорной, оказалась визуально не очень удачной. И это была первая подпорка в этом саду. И я решил ее немножко затрапировать. И для того, чтобы каким-то образом задать какой-то... Ритм? Ритм, да. Я подошел с ножницами и начал выстригать вот такие вот фалды, скажем так. Вот таким вот образом. Она привыкла теперь к этим фалдам. Если раньше они как-то зарастали... Ну, вот да, скажите сразу, сколько раз с ножницами вы подходите к физку. В этом году я подходил к этой посадке один раз. Шикарно. Всего один раз. На первых порах она быстро отрастала. Этот год особенный, вообще плохо все растет. Поэтому вот всего лишь в этом году вот эти вот выборки вот ножницами обыкновенными какими-то я сделал всего один одиннадцатый раз. Когда лето влажное, когда лето менее жаркое, ну, в зависимости от того, насколько идеальную линию или четкую линию я хочу видеть. Тогда это будет от двух, ну, где-то до трех раз. Скажем таким вот образом. Вот. Ну, это чемпион малоуходности, я вам скажу, из живых изгородей. В отличие от нашей обыкновенной смородины, которую мы выращиваем у себя, скажем, в нагороде, да, там, это смородина черная или смородина красная, конечно, есть и зеленая, и белая, и розовая, и так далее. И вот все-таки я говорю, чем страдает смородина черная? Если все-таки мы не будем как ни крути, не проводить определенные химические обработки, она очень склонна к грибным заболеваниям. Она очень, к сожалению, некрасивая. Да, и она некрасивая. И она некрасивая. Красная смородина более привлекательна, она более устойчива к этим заболеваниям, особенности сорта. Если мы берем сейчас, вот смотрите, сейчас у нас сегодня заканчивается скоро первая декада августа. И вот если мы сейчас пройдем по листьям, да, где-то мы, может быть, увидим какие-то небольшие дефекты, может быть, кто-то, вот здесь сквозные отверстия, кто-то ее поел, вот, но обратите внимание, что фактически никаких заболеваний таких уж в виде ржавчины, особенно столчатой ржавчины какой-то, или там мучнистой росы, мы на ней не наблюдаем. То есть она никогда у меня не подвергается и не подвергалась, но это вообще отдельный разговор о моем отношении к садовой химии, сейчас мы не будем этого касаться, она никогда не обрабатывается. И еще один громадный плюс, вот в постах своих ВКонтакте я это показывал, если она растет на солнце и наступает осень, вот эта вся полоса, она становится вот, скажем, вот, она не должна была бы приобрести сейчас вот такую яркую красную, как бы, да, может даже алую окраску, это рано, но в этом году рано все, из-за того, что очень жарко, очень сухо, растение как-то быстро готовится. Если мы говорим о неубиваемости, о беспроблемности, топ-10, конечно, боярышник, вот наш обыкновенный, туда попадает. Он либо находится в изгороде, которая формируется, вот как это формируется. По поводу стрижки, у боярышник в свободном росте это крупные растения, очень крупные растения. То есть, боярышник сибирский во взрослом возрасте превращается, в общем-то, даже в хорошие такие деревья. И высота может составлять до 10 метров. В городе, в Санкт-Петербурге это можно во дворах у нас увидеть. В данной ситуации это стрижется. Почему я обращаю внимание на этот аспект? Вот здесь я сейчас его удерживаю примерно в высоте 2,5-2. Вот по мне можно, двухметровым удастся. 2,2-2,20, что-нибудь вот в этом смысле. Вот. Поскольку его натуральный размер значительно может быть выше, чем тот размер, в который стрижется эта изгородь, то вот этот вот его природный характер роста говорит о том, что он быстро нарастает. И поэтому, если те растения, которые мы обсуждали с вами до этого, требуют однократной или двухкратной стрижки за сезон, то боярышник может потребовать при удержании в компактной форме, особенно вот в вертикальном росте, ну, порядка трех, там, четырехкратной стрижки. Если отпустить, он быстро древеснеет. Вот. И уже застригать вот эту горизонтальную линию становится фактически, не фактическая, физически сложная. То есть уже никакой электрокусторез вам не в помощь. Это надо брать классические ножницы. Потому что ветки очень прочные. Ветки очень прочные. Да, это известно, что у боярышника очень прочная, очень твердая древесина. Но какой плюс, да, плюс в том, что, в общем-то, да, это топ-10. Минус, да, он страдает мучнистой росой. Но когда вы стрижете и происходит возобновление листочков, то вот эта проблема, она минимизируется за счет нового прироста. Вот. Опять же, ну, хотите, обрабатывайте, я не обрабатываю, мне это глаз не режет. Вот. Ну, и как бы, вот, мы уже упоминали, минус заключается в том, что он колючий. Конечно, при работе с ним, ну, приятного мало, это должно одевать какую-то специальную одежду. И иногда даже вот эта иголка, вот такой шип, он прокалывает даже, ну, мягкую обувь, убивает даже колеса вот у тачек. Вот, но, на самом деле, если мы хотим отделиться от внешней среды, и когда мы говорим о сплошных непроходимых изгородей, конечно, при правильной стрижке изгородей из боярышника, он становится непроходимым. Плотные кроны, очень сбитые внутри, вот эта иголка, и, ну, честно скажу, конечно, может быть, существуют какие-то любители проходить через, через такие, ну, это, наверное, очень редкие любители. И вот, рядом, рядом была ошибка, я когда покупал и продлевал эту изгородь, я случайно, по ошибке, купил боярышник однопестичный. С точки зрения использования для изгороди, он мне нравится больше. Он более плотный, у него более мелкий листок, фактура более плотной становится, потому что боярышник сибирский, он все-таки за счет крупного листа не дает такой вот фактуры. Нет, фактура восхитительна, лист более резной, воздушный. Да, более воздушный, но, опять же, вот видите, вот мы когда смотрим, вот это тоже, это высаженные когда-то, совершенно одинаковые, вот такие прутики за пять копеек, вот буквально, я, вот вся эта изгородь мне стоила 120 рублей. Это была вот такая связка, которую я просто в песок посадил. Это немаловажный аспект, мне кажется. Вот буквально было свернуто, вот в один пакет заложено и обернуто какой-то там веревочкой, да, 120 рублей стоило. Вот эта вот изгородь вся сделана из него. Вот мы видим сейчас, что вот в этой части, которую я застригаю, видя вот такой полусферы, видите, пошли молодой прирост. Вот я это стриг где-то три недели назад, и вот сейчас уже новый прирост составил, ну, где-то до 30 сантиметров. Лучше стричь, не допуская. Он не древеснеет так быстро, как баба-то, боярышник. Еще один плюс. Да, вот в этом плюс. У боярышника, у однопесечного, честно сказать, я никогда не встречал вот в нашем саду плодов, вот не видел и все. То ли, естественно, поскольку мы его стрижем и не даем ему возможно цвести из-за этого, может быть, какие-то другие причины. У меня вот на данном этапе сейчас объяснения этому нет. Ну, плоды в данном случае нам вообще не интересны. Скажем так. Важно то, что он хорошо стрижется, он, скажем, имеет более такую вот плотную фактуру за счет меньшего листка. Минус. В этом году и в городе, и вот я знаю у коллег, и у меня в том числе, вот сейчас мы там не видим, часть кустов не перезимовала. Они вымерзли. То есть... То есть все-таки морозостойкость ниже. Ниже, вот как вы видите. Причем, что я могу сказать вот про изгородь из боярышника сибирского. Это тот небольшой набор растений, который мне остался от старых хозяев, которые в момент покупки приобретения этого участка. Я его вытащил уже крупными кустами, он перенес эту пересадку, выстроили в какую-то линию и получили вот эту вот стенку. Вот. Конечно, по устойчивости наиболее устойчив. Возвращаемся к минусам. Боярышники могут заболевать ржавчинами, они могут заболевать мучнистой росой. И еще один такой момент. У боярышника сибирского его очень любят для... Вот это большой минус, да, согласен. Это никак не влияет на его декоративность. Я никогда не видел, чтобы это каким-то образом портило его внешний вид, но когда вы начинаете работать... Вот в этом году это не так. Вот в том году, казалось бы, температурные режимы схожи, но в тот год оказался очень каким-то хорошим, скажем так, положительным для тли. И вот когда я подходил истриг, то есть это просто раи тли, которые забивают и глаза, и уши, и нос. Это буквально раи тли, вот так вот. Вот. Ну, когда стрижешь, она есть. Ты дошел, ты при нее забыл. Я не... Но это какой-то небольшой период. Абсолютно. То есть в данной ситуации... То есть хвататься пока сразу же есть, обливать. Я вообще ничего не обливаю. Я не сторонник вообще химических обработок. вот смотрите, хороший, мне кажется, показатель, можно сказать, поколений, которые едят тоже все. У вас, прям смотрю, листочки абсолютно счастливые. Это обыкновенная наша калина, да, то есть вот у меня жена любит эти ягоды, она из них изготавливает, она очень полезна, как ягода. Уж если калини хорошо, то и... Да, и как вы видите, да, была повесня, ну и что, ну была, ну пожила, ну куда-то улетела, но от этого куста никак не... где-то не шибко повлияло вот на данном этапе, вот август. Мне кажется, не то, что не шибко вообще не повлияло. Вот она ее декоративность. Вот. Поэтому здесь я вообще не сторонник вот этих химических обработок. На примере изгороди из Боярышника я хочу, чтобы мы показали нашим зрителям один такой очень важный момент, тогда, когда мы отделяемся изгородями при наличии сплошного забора. Вот мы сейчас обойдем нас с той стороны. Почему она имеет вот такую ширину? Это ширина, которая позволяет мне поставить себе сюда лестницу в стремянку той ширины для того, чтобы работать над горизонтальной линией этой изгородицы. Да-да-да, понял. Вот. Вот забор, он полупроницаемый, то есть он не сплошной. Видно, да, что здесь... Ну, что тоже важно для здоровья растений. Да, для растений, чтобы здесь была вентиляция и так далее. Если мы сделали бы следующим образом, это был бы сплошной забор, неважно, там, из профнастила он сделан, или там, из кирпича, или из бетона, или все равно из чего, и мы подотвинули бы эту изгородь вот сюда, вот эта вся часть вообще бы не получала до солнечного освещения. То есть в данной ситуации тот принцип питания растений, о котором вы сами говорили сегодня, то есть фотосинтез, он бы просто-напросто бы не работал бы. Когда мы формируем на участке какие-то изгороди, которые относительно массивные, высокие, которые будут требовать обслуживания, и чтобы они чувствовали себя все-таки более-менее с точки зрения их природы, растений, природы растений, хорошо, мы должны позаботиться о том, чтобы между забором и между тыльной стороной изгороди было технологическое пространство для прохождения мастера, который будет это растение обслуживать. Обслуживать. Во всех остальных случаях происходит проблема, потому что если бы мы взяли с вами сейчас искусственно, так фантастически пододвинули эту изгородь вот сюда, то возникал бы вопрос, а как же ее на такую ширину здесь можно подстричь. Просто, ну, конечно, существуют телескопические инструменты. С той стороны. Да, да, Вот, поэтому вот именно момент технологического пространства, он очень важен, за ним нужно следить, это намного облегчает условия обслуживания вот этого. в общем, не надо жадничать, надо всегда оставлять технические проходы, что в изгороде, что в цветнике, потому что не забывать, что для того, чтобы это было красиво, за этим нужно осуществлять. Конечно. И еще такой момент, вопрос, ну, скажем, люди ставят заборы там с разными какими-то смысловыми нагрузками, но, конечно, скажем, если хорошо ухоженная изгородь из колючего, все-таки, да, боярышника, хорошо отстрижена, хорошо сформирована, если за ней следят, формируют ее, делают структуру когда-то, и при необходимости дают какое-то дополнительное питание в виде микроэлементов или органики, да, она становится такой преградой, которая вряд ли может взять на себя в этом смысле даже обыкновенный забор. Через забор можно перескочить. Абсолютно согласен. А вот пройти через такую изгородь, которая наполнена, плотную изгородь, наполненную шипами, не пройти, не перелезь, потому что она же еще и широкая. Плюс или минус фактически некий наш эндемик, да, который, соответственно, и будет себя чувствовать хорошо. Конечно, конечно. Он себя чувствует у себя дома. Дома, да, да. Ну вот, к сожалению, да, вот опять же говорю, что вот здесь вот она такая сейчас у меня очень-очень прозрачная, почему? Я традиционно ее обрезал, но, к сожалению, в силу очень высокой температуры, в этом году вот растание, то есть вегетация идет, у любых фактически растений, ну, очень плохо. Либо надо поливать, поливать, поливать. Ну, естественно, да, потому что если уж мы стрижем растения, мы должны чем-то ему это компенсировать. Конечно, конечно, конечно. Стриженные растения требуют большего ухода, чем не стриженные, потому что мы обрезаем им органы питания, соответственно, надо их чем-то или подкормить, или попоить. Да, и вот момент, когда мы с вами вот обсуждали предыдущие какие-то, да, вот там, бордюры, или там, зеленые изгороди, из других растений, там важно одно такое правило. Это, кстати, как и при выращивании зеленых изгородей. Многие считают, что вот мне нужна изгородь вот высоты два с половиной метра. И вот когда она до двух с половиной метров дорастет, вот тогда я начну ее его стричь. Вот это самая большая ошибка. В данной ситуации, да, мы можем каким-то образом разрешить растение вытягиваться, вытягиваться вверх, но это не говорит о том, чтобы не должны стричь его с боков. То есть, в данной ситуации мы должны его приучить к нахождению в компактной форме. Почему? Потому что, когда растение растет в свободной форме, любое, у него развивается, исходя из его каких-то природных, либо сортовых признаков, размер этой кроны, ширину, высоту, и по мере роста у него развивается корневая система. Большая крона, грубо говоря, большая корневая система. Если вы начинаете его обрезать, стричь, то есть, сдерживать его в росте, у него автоматически уменьшается рост корневой системы. Поэтому, для того, чтобы этот баланс соблюсти для растения, которое будет зажато в определенные жесткие условия изгородя, стрягем мы его сразу, то есть, по чуть-чуть, полегоньку, расширяя, если мы входим в какие-то вода, размеры ширины. То, что касается верхних точек, все равно мы немножечко всегда можем где-то прищипнуть, чтобы задать боковое окущение, где-то какие-то стимулировать уплотнение крона, потому что изгородь, она все-таки для нас изгородь, это все-таки забор. Поэтому, подводя такой определенный этот итог, мы не ждем, пока оно растет до какого-то размера, мы сразу каждый год, но после того, когда растение укоренится. Надо помнить о следующем, что если мы что-то только что посадили, то мы не берем секатор, пилу и ничего, мы даем ему укорениться, потому что ему так плохо после пересадки, она испытывает стресс, как сейчас принято говорить. Оно укоренилось, мы видим, что пошли быстрые приросты, то есть из этого мы делаем все растение прижилось, оно нормально работает, корневая система обеспечивает его влагой, минералами, крона обеспечивает корневую систему с хорами. мы начинаем его обрезать, начинаем стричь, начинаем его формировать. Вот о чем не стоит забывать. То есть все-таки зеленая изгородь готовится не тогда, когда она выросла вот такой высоты, которую мы видим, а когда она была вот такой. Субтитры сделал DimaTorzok